Дележка наследства Болата Назарбаева продолжается. Как сообщает телеграм-канал, выход к морю в Нью-Йорке выставили на продажу квартиру Болата Назарбаева за 2 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные местных агрегаторов недвижимости. Речь идет об апартаментах в доме по адресу Уолл-стрит 55. Это последняя американская недвижимость покойного Болата Назарбаева из известных на сегодняшний день. Когда-то по адресу Уолл-стрит 55 размещались Нью-Йоркская фондовая биржа, таможня и офисы Ситибэнк. Перед тем, как его владельцы переоборудовали здание в кондоминиум, в нем располагался роскошный отель. Первыми покупателями квартир после финальной реконструкции 2006 года стали актер Микки Рурк и супермодель Наоми Кэмпбелл. В 2007 году их соседом стал Болат Назарбаев. Пентхаус с площадью 164 квадратных метра с двумя спальнями, кухней-гостиной, тремя санузлами и просторной террасой обошлась младшему брату Нурсултана Назарбаева в 2,7 миллиона долларов. Изначально квартира была записана на его пасынка от брака с Майрой Курмангалиевой Данияра. На него же была оформлена еще одна недвижимость. В этом доме апартаменты номер 702, который Данияр продал в 2011 году за 940 тысяч долларов США. Он же попытался продать и Пентхаус, но этот актив Болату Назарбаеву тогда удалось отбить. Происходило это все в самый разгар скандального развода Булата и Майры, которая через различные судебные инстанции требовала от бывшего мужа половину его состояния, включая недвижимость в США. В результате в том же 2011 году Курмангалиеву объявили в Казахстане в розыск, обвинив в мошенничестве и в похищении человека. В свою очередь Булат Назарбаев обратился в суд в Нью-Йорке, обвинив пасынка и бывшую жену в хищении у него десятков миллионов долларов США. Судебные разбирательства между Булатом и Майрой длились несколько лет. В итоге Булат Назарбаев уступил Курмангалиевой и ее пасынку особняк в Нью-Джерси стоимостью в 20 миллионов долларов США. В обмен они отказывались от претензий на квартиры в Майами и в Нью-Йорке. Флоридскую недвижимость Булат в итоге продал, используя при этом цепочку фирм однодневок за 1,4 миллиона долларов США. Последний свой актив, как раз этот самый пентхаус на Уолл-стрит 55, в 2016 году Булат Назарбаев переписал на своего помощника Батыржана Ахметова, который возглавлял его же коллекторское агентство и ряд других мелких фирм. Судя по реестру недвижимости Нью-Йорка, Ахметов и по сей день остается владельцем этого актива. Кроме того, судя по архивам агрегаторов недвижимости, пентхаус продается с лета прошлого года, то есть решение о продаже было принято еще при жизни Булата Назарбаева. После событий января 2022 года Булат Назарбаев и его наследники лишились части активов, которые брат первого президента собирал не один десяток лет. Под изъятие попали рынки, доли в предприятиях и компаниях сотни гектаров земли и так далее. На младшего брата экс Ельбасы посыпались обвинения в рейдерских захватах. Часть изъятого имущества отошла государству. Вероятно, нью-йоркская квартира Назарбаева тоже попала под кампанию о возврате в страну незаконно выведенных активов. Продолжение следует...